В 13.06 в Кирилле начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает сегодня руководитель Creative Writing School, город Москва. Я даже не знаю, сейчас надо будет поправки, может быть, вносить. Наталья Осипова. Наташа, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, все наши радиослушатели. Где вы сейчас дислоцируетесь? Вы знаете, я по-прежнему наполовину в Москве, наполовину в Кирове, но Родину люблю нежно, приезжаю сюда часто и всегда радуюсь. Ну, специально к вашему приезду Киров поднакопил новостей для того, чтобы услышать... И снега, конечно, для того, чтобы услышать ваше мнение по этому поводу. И я бы начала с темы, о которой мы закончили дневной разворот. Вы в курсе. Речь идёт об объединении, возможном объединении трёх училищ культуры в нашем городе. Это училище культуры, художественное училище и музыкальное. Мы этот вопрос разбирали с точки зрения достаточности или недостаточности рабочих мест для выпускников музыкального училища, в частности. Цитировали Татьяну Мазур, министра культуры Кировской области, которая сказала следующее. Она говорит, почему необходимо оптимизировать, почему неэффективно работает, например, училище музыкальное. Представьте себе, что мы 50 человек обучаем певцов, говорит она, эстрадного пения. У нас нет ни одного коллектива мощного филармонии, куда они могли бы идти. У нас нет музыкального театра. Давайте говорить об этом прямо. Дальше. У нас выпускаются напрямую так называемые дизайнеры. Их выпустит в Вятское художественное училище. 23 человека в 2019 году. А у нас есть специфика. В наших учреждениях культуры нет ни одной ставки дизайнеров. Как вам такое обоснование? Для начала я хочу сказать, что тот факт, что у нас в госучреждениях нет дизайнеров, очень заметен. И по сайтам городской администрации и по оформлению городских мероприятий вообще-то это очень грустно. Что до сих пор штатные расписания не обновили, хотя профессии дизайнера существуют, кажется, уже лет 20. И это только в Российской Федерации. В общем-то да. А вообще-то, наверное, полу. И они действительно нужны для того, чтобы просто грамотно с визуальной точки зрения оформлять информацию. С другой точки зрения, очень грустно, что наш министр культуры смотрит на ситуацию только с позиции того, как это выгодно для госучреждений. А почему, например, не посмотреть конкурсы и востребованность этой профессии среди выпускников? Мы видим стабильно высокие конкурсы, и мы знаем, что в Кировскую область приезжают специально, чтобы учиться на этих факультетах. То есть мы получаем прирост людей в Кировской области, а это для нас, как я понимаю, до сих пор важная задача. Молодых людей. Молодых людей. Творческих. Творческих, которые здесь учатся и потом часто создают семьи и остаются. И уезжают. Еще чаще говорят. Ну, а то, что они уезжают, это совершенно не страшно. Татьяна Сергеевна Мазур сказала, что мы, собственно говоря, готовим специалистов для других регионов, потому что нет работы в Кирове для них. Вот они уезжают. Ну, Светлана, смотрите, вот я тоже, получается, тот человек, который уехал, хотя я уехала в довольно позднем возрасте, но тем не менее, что я перестала думать о родине, я перестала делать что-то для тех людей, с которыми я знакома. Нет. Кто сказал, что те связи, которые у молодых людей, обучившихся в Кирове, не из Кировской области, или из Кировской области, но уехавших, что они не работают на вятку? Кто это исследование провел? Откуда эта точка зрения? Теперь насчет того, что где я родился, там и пригодился. Эта поговорка сильно устарела. К сожалению, сейчас трудовая миграция такова, и образовательная миграция такова, что это абсолютно нормально учиться или потом работать там, где тебе просто выгоднее или интереснее. И, конечно же, это настолько старо, что мне как-то даже неловко говорить такую банальность. Нужно просто создавать рабочие места для этих людей. Нужно думать, как сделать Кировскую область привлекательной для художников и певцов. Ну а то, что русские художники, вятские художники, вятская художественная школа одна из самых успешных в России, что к нам специально приезжают учиться, и что просто, ну пожалуйста, не трогайте художественное училище, оно действительно одно из лучших в России. Это действительно наша гордость. Мне даже странно слышать вот все эти идеи про оптимизацию, потому что по факту это будет не слияние, а поглощение одним аппаратом другого аппарата. Мы это видели на примере ВИАДГГУ и ВИАДГГУ. Но там хотя бы какая-то была логика. Там были дублирующие факультеты. А здесь какая логика? То, что чиновники, администрация пойдут пахать и станут работать, например, репетиторами по фортепиано, я сильно сомневаюсь. Они будут точно так же работать администраторами и чиновниками. То есть никакой с этой точки зрения оптимизации ждать не приходится. И будут разрушены три прекрасно действующих учебных заведения. Не знаю, очень слабая аргументация у Татьяны Сергеевны и очень опасная тенденция, которая может разрушить то хорошее, что есть. Наталья Осипова, это ее особое мнение. Мы сегодня слушаем еще одна история, связанная с образованием. Это история про частную школу, называется она «Наша школа», работает по вальдорфской системе, единственная в регионе. Вступают туда ребята из вальдорфского же садика или приходят со стороны. Это такая в целом философия. Здесь были у нас родители, которые говорят, что они осознанно выбирали этот путь. Им принципиально важно, чтобы дети учились именно в этой школе. Заканчивается, разрывается контракт с этой школой городской администрации. Город мотивирует это тем, что не хватает мест в детских садах. И в том здании, где они находятся сейчас, это в районе Лепсе, будет организован детский садик на 120 мест. 53 ученика нашей школы. Если наша школа сама не решит свой вопрос с помещением, им будут предоставлены места в обычных муниципальных школах. Ничего страшного, дети смогут получить среднее образование. Вы видите эту историю. Родители вышли на пикет. У нас давно такого не было, чтобы выходили, пикетировали. Они собрали сведения по пустующим помещениям в городе. Они провели подсчеты, что выгоднее. И в конце концов даже заявили, что готовы организовать в этом же помещении садик на 50 мест. Да, частный. Но они говорят, что таким образом высвободится 50 мест в муниципальных садиках, потому что дети придут. В общем, делать все с этой стороны. Пока что от администрации. Вот на этих заявлений отклика не было. Как вам видится вся эта ситуация? Я бы на эту ситуацию в первую очередь посмотрела с демографической точки зрения. По какой-то причине чиновники... Вернее, по понятной причине. Ситуация с детскими садиками супер острая. То есть то, что произошло в этом году, действительно создало просто революционную ситуацию. Родители вышли на пикеты. И вот, видимо, желая хоть как-то затушить этот пожар, пытаются найти простое решение. Выселить школу. Вообще, откуда растут корни в этой проблеме? В 90-е годы садики закрывали и передавали эти помещения школам. В 90-е годы был демографический спад. Когда рисуют демографическую ситуацию, она рисуется в виде такой ёлочки. Спад, затем рост. И затем через какое-то время снова спад, потому что те люди, которые родились в демографической яме, они меньше родят детей. Максимум волны демографической пришлось на 2013-2015 годы. И действительно, сейчас у нас просто катастрофа. Детей этих некуда девать. Правительство предприняло множество усилий, чтобы рождаемость повысилась. Она повысилась, к ней оказался никто не готов. Но давайте посмотрим на ситуацию через два года. Те дети, которые родились в 2011-2012-2015 годах, они ведь в школу тоже пойдут. Мы получим точно такую же симметричную ситуацию по недостатку мест в школах, которые мы сейчас имеем в садиках. А вот в садиках как раз места освободятся, потому что придут дети 90-х, придут дети вот этой демографической ямы. И мы, решая сейчас вроде бы просто проблему, закрывая школу, получим завтрашнюю проблему, когда нужно будет открывать школу. Это выглядит крайне недальновидным и очень неумным решением. Теперь, почему хорошо иметь частную школу? Я так понимаю, что главным аргументом закрытия школы является то, что ее рассматривают как коммерческое предприятие. Ну, в частную школу, муниципальную, конечно, высеяли. Ну, разумеется. И то, что директор и родители собрали информацию о других помещениях, это, в общем, доказывает, что можно было еще кого-то подвинуть, тех же чиновников, и найти другое помещение. Но, вернусь, почему хорошо, чтобы частные школы были? Потому что, к сожалению, сегодняшняя школа находится в глубоком кризисе. И программы, и учителя сильно отстают от запросов общества. Какие запросы никак не удовлетворяются? Работа с особенными детьми в обычной муниципальной школе ведется крайне-крайне плохо. А вот частные школы подстраиваются под эти запросы. Работа с родителями в обычных школах тоже, в общем, не очень круто поставлена, судя по тому, как часто родители жалуются на учителей. И в частных школах есть возможность более тонкой работы и с детьми, и с родителями, и более точного подбора и предметов, и учителей. Иными словами, частная школа более гибкий инструмент, который позволяет хорошо образовывать детей. И частная школа никак не мешает муниципальным. Наоборот, она их разгружает и помогает. У родителей появляется выбор, а выбор это всегда хорошо. Поэтому сейчас, закрывая частную школу, тем более школу, работающую по такой популярной методике, родители, которые являются просто горячими сторонниками, и наверняка это будут активные, счастливые участники нашего общества, ну, закрывать такую школу просто совершенно глупо. С одной стороны, завтра появятся проблемы со школами, а с другой стороны, когда очередной будет социальный взрыв, касающийся школ, окажется, что нечего родителям предложить, кроме тех школ, которые сейчас задавлены и программами, и требованиями, и новыми нормативами, и которые, ну, просто реально не справляются. Вот это очень странная история, вы сказали сейчас про частные школы, когда с Гайдаровского форума вернулась делегация Кировской области, в числе которой в этой делегации был и Дмитрий Александрович Курдюмов, который, в принципе, раньше насчет частных заведений, медицинских и образовательных, не сказал бы я, что негативно высказывался, но, в общем, без особого энтузиазма. Он приехал и начал с того, что министр образования и другие специалисты вот только-только провели большую встречу, на которой он присутствовал, где рассказывали о том и говорили про то, что необходимо развивать частное образование, потому что оно дает альтернативную программу, оно дает альтернативный взгляд на мир, а нам нужны и люди, которые будут необычно мыслить, нестандартно мыслить, потому что они двигают все, и экономику они двигают, и страну они двигают и прочее. Он с этого начал. Это меня просто тогда поразило, потому что у нас были совсем другие вопросы, а он сам, значит, это сказал. И когда я увидела эту ситуацию с новой школой, я была просто поражена, потому что это абсолютно противоречие того, что говорил заместитель председателя правительства по, собственно говоря, социальной сфере. Давайте скажем, что родители... Да, мы скажем через полминуты, потому что у нас перерыв. Хорошо. Да, продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает руководитель Creative Writing School Наталья Осипова. Наша землячка, которая человек мира сейчас, но, в общем, определяет две коренные точки пока что на этой карте. Это Москва и Акиров. Мы продолжаем разговор о проблеме с частной школой, нашей школы в Альдорфской. Я бы хотела сначала, чтобы вы прокомментировали вот эту историю, когда зампред, передовой зампред нашего правительства, который показывает результаты сейчас по медицине, как минимум про образование пока что, как бы мы не очень знаем, какая позиция, кроме опорных школ и прочего. Мы тоже теперь славимся на федеральном уровне. Зампред говорит, что поставлена задача развивать частное образование на федеральном уровне с понятным обоснованием. И в то же время мы имеем проблему с одной из частных школ, редких школ в Кире, их не так много. Ну, во-первых, не только ситуация с этой школой редкая, вообще редкая ситуация, что родители и директор вышли с пикетом и пытаются отставить свои права. И они огромные молодцы. Тот факт, что родители сейчас наша главная политическая сила, главная точка активности, то есть мы уже давно не ходим на выборы, мы уже не очень активные граждане, но мы все еще любим своих детей и мы активные родители. И вот здесь мы готовы уходить на пикеты и здесь мы готовы идти до конца. Поэтому я бы со своей очень далекой от реалий бюрократических позиций посоветовала, во-первых, я прям всей душой поддерживаю и директора, и родителей, и готова буду помочь, если эта помощь понадобится, например, в составлении какого-то документа. А во-вторых, я думаю, что кроме того, что они и так уже делают, неплохо бы написать одно такое большое письмо, которое сразу отправит царю-батюшки. С копией министра образования, естественно. С копией губернатора Кировской области, с копией министра образования Кировской области, с копией прокуратуру. Что дает такое письмо с несколькими адресатами? Такое письмо не позволяет его игнорировать. Потому что любой чиновник, получая эту бумажку, он точно знает, если он сейчас на нее не отреагирует, завтра вышестоящий к нему придет с точно таким же запросом. Ему все равно придется эту проблему решить. А проблему эту решить должны чиновники. И решить ее возможно, судя по тем десяти зданиям, которые директор назвал. И в этом письме эти здания могут быть прямо указаны. Но, с другой стороны, давайте не выполнять за чиновников их работу. Это прямо работа тех людей, которые занимаются образованием в Кировской области. Просто эти люди должны понять, что им не получится просто так выселить школу, и у них не получится просто так решить эту проблему, что родители пойдут до конца. Я, со своей стороны, готова помочь в составлении подобного письма. Поскольку я директор писательской школы, то, возможно, я смогу как-то донести мысли до всех адресатов. Своими навыками в данном случае быть полезно. И еще я хочу сказать, что очень важно для родителей сейчас просто не опускать руки. Они начали не останавливаться. Им сейчас начнут предлагать компромиссные варианты. Они уже большие молодцы, что отказались от бани. Это очень смешно, что им предложили баню. Ну, хочется сказать, что, в общем, из этих десяти зданий можно кого-то переселить в баню и все-таки детям вернуть садики и оставить школу. Не отбирать у детей, есть у кого. Вот. И с третьей стороны, вообще-то очень важно, чтобы у нас формировалось гражданское общество. Так вот, эти родители и этот директор, это и есть наше маленькое гражданское общество. Давайте их холить, леветь и поддерживать. Давайте вообще ценить, что у нас эти люди есть. И помогать в силу наших скромных способностей. Я уверена, что СМИ и так помогает и поддерживает. Но я уверена, что и бизнес-сообщество, и образовательное сообщество тоже способны в данном случае сказать свое слово. Наталья Осипова, это ее особое мнение мы сегодня слушаем. Прям накопилось у нас вопросов про образование. Мы не специально. Такая неделя случилась к вашему приезду. Вот еще одна новость, которая безусловно достойна того, чтобы мы с вами ее разобрали здесь. В одном из детских садов города Кирова, садик номер 41, выяснилось, что есть несколько детей, которые устроены незаконно, не по всем правилам, не по путевкам в детский садик. Сделала это директор детского садика. Оказалось, что это дети сотрудников детского садика. И вот сегодня вышла новость, что уволилась, то есть детей потребовала администрация из садика убрать сразу же. Выяснилось сегодня, что уволились два воспитателя, один медик, один помощник воспитателя. Это родственники этих детей. Об этом пишет координатор Кировского отделения ЛДПР Кирилл Писный. И надо сказать, что сразу же после этого выяснилось, что пришла бумага об увольнении директора этого садика за вот такое незаконное устройство детей на места. Причем надо сказать, что места эти долгое время уставали в связи с тем, что дети, которые были на этих местах, долго болеют. Это типичная история для таких вот садиков. И развернулась дискуссия по этому вопросу, в том числе и в интернете, вокруг такой новости. Давайте сначала, чтобы не портить картинку, спросим у вас, как вы видите эту ситуацию. Я вспоминаю свое раннее детство, свои пять лет, когда тоже было все плохо с садиками, но тогда все хорошо было с бабушками. Ситуация с садиками – это еще и ситуация, как говорит моя мама, разрушение института бабушки. Что произошло в современных семьях? Бабушки либо слишком молодые, либо живут отдельно от детей. Поэтому некому сидеть с деточками. Ситуация недостатка детских садов была и в советское время. Вот я в свои пять лет пошла в детский садик, который был рядом, просто я гуляла и зашла туда. Осталась в группе, и когда потом стали считать, выяснили, что на одного ребенка больше, меня обнаружили и привели к заведующей. И заведующая тогда своим каким-то распоряжением просто взяла меня в этот детский садик тоже, скорее всего, не очень законно. Потом я зато пела и плясала на всех детских утренниках. Я думаю, что заведующая не пожалела. Но ее никто за это не уволил и никто за это не наказал. И уж давайте доверять людям, которые руководят предприятием. В данном случае детским садиком. Насколько я понимаю, заведующая была хорошая. Тем не менее, она нарушила должностную инструкцию. Она должна была принимать только по путевке. Что следует из этой ситуации? Необходимость принять соответствующий закон на региональном уровне. Есть очень простое решение. Принимается закон на региональном уровне, по которому дается соответствующая льгота родителям, работающим в детских садах. И этот вопрос решается одной бумажкой соответствующего департамента. Насколько я понимаю, эта бумажка должна исходить либо от главы администрации, либо от Думы. Собственно, это мы обсуждали на форуме в Фейсбуке, когда Янович Батарев написал, что уволили и правильно сделали. Он рассуждал как юрист. С точки зрения сохранения управляемой ситуации, увольнение было правильным. Она нарушила закон. Но ей, правда, могли объявить выговор, ее сразу уволили. Но ведь есть другое решение. Изменить плохо работающий закон. Потому что все последующие действия показывают, что закон неправильный и работал плохо. Вот что мы видим. Садик лишился сразу сколько специалистов? Раз, два, три, четыре, пять вместе с директором специалистов. Садик обезглавлен. Нет воспитателей. Медика, которых вообще днем с огнем сейчас в образовательных учреждениях не сыщешь. Нет помощника воспитателя. И детей из садика выгнали. Они вернулись в семьи. Вообще это удивительная ситуация. Я помню тоже еще, когда мой ребенок учился не так давно в детском садике. То там прямо висели объявления, что приглашаются на работу. Всех не хватает. Посудомоек, дворников, воспитателей. Кого угодно с устройством ваших детей в этот садик. Шли работать туда не только мамы и бабушки. Даже тети шли. И какие-нибудь двоюродные шли. Чтобы только дети были в детских садах. Что изменилось, непонятно. Администрация и вообще кто угодно не комментирует пока что эту историю. Естественно, мы будем ее обсуждать. Но для меня эта история удивительна. Мы знаем, какой мощный дефицит кадров сейчас в детских садах. Нас сдали шесть прекрасных садиков в этом году. Я не знаю, кем их работать. И если будущему заведующему садикам не дать вот такого права устраивать детей, сотрудников, которые у нее работают, она не укомплектует штат. Так вот смотрите, вернемся к этой леготе. У кого сейчас есть леготы на внеочередное устройство в детский садик? У прокурорских работников, у судей и у детей полицейских. Матерей-одиночек еще. Еще матерей-одиночек. В общем, все по этому списку понятно про наше общество. Кто у нас в приоритете и где у нас, как всегда, культура. Изменить и снова принять эту льготу очень несложно. И это действительно спасает ситуацию и в тех шести садиках, которые нужно будет комплектовать. И это спасает ситуацию с этой заведующей, которую искренне жалко. Она была наверняка хорошей заведующей. В ее защиту выходят сейчас родители тоже. Ну вот повторюсь. Единственная наша гражданская последняя позиция это то, что мы родители. Вот за своих детей, да, порвем кого угодно. Простое есть решение. Просто эти родители должны написать письмо в администрацию, просим принять эту льготу. Это одна бумажка, которая решает всю проблему. Наталья Осипова. Ее особое мнение мы продолжим слушать через пару минут после короткой рекламы. Продолжается программа «Особое мнение». Мы здесь в студии с Натальей Осиповой. Это ее особое мнение вы сегодня слушаете. У микрофона работает Светлана Занько. Еще очень важная история, которая касается костела. Мы ее возвращаем сегодня в эфир, потому что вот на прошлой неделе в новостях костел не мелькал. Но я ее специально припасла для нашей встречи. Эту историю мы заранее договаривались. Потому что, опять же, в фейсбуке у Яны Чептарева, который помогает католикам местной общине отстаивать костел, их требования к костелу, по возвращению костела в общине, вы активно комментировали эту историю. Позиция властей понятна. Ну, вернее, она каждый раз понятна. Она все время новая, каждый раз понятна. Последняя, одна из них была, что у нас очень маленькая католическая община. Потом она была, что а как же орган, вот мы не сможем слышать концерты органной музыки. Тут на это сказали католики, что да, пожалуйста, давайте расписание совместно составим. Теперь последняя позиция была такая, что прошла реконструкция в 90-х годах. И из-за этой реконструкции здание полностью потеряло свое первоначальное назначение как культового учреждения. И оно теперь просто здание, в котором стоит орган и принадлежит ему филармонии. Как вы на эту смотрите историю? Потому что мнения в нашей студии звучали разные. Во-первых, я хочу сказать, что я всецело на стороне католиков, которые пытаются вернуть построенный поляками, католиками, костел в своей церкви. И они имеют на это полное, с моей точки зрения, моральное. И надо выяснить, какое юридическое право. Во-вторых, я хочу сказать, что тот факт, что этот разговор наконец-то достиг юридического уровня и пошел в суды, это тоже очень хороший и очень благоприятный знак. Ян Чеботарев один из самых прогрессивных и сильных юристов в нашей области. Поэтому в его руках, я думаю, что это дело наконец-то получит свое логическое завершение и костел все-таки будет передан. Основание этому не только в том, что это справедливо, но и есть еще некоторые основания, связанные с всероссийским контекстом. Готовясь к этому эфиру, я посмотрела, а какие вообще здания в ближайшие, в последние годы были переданы католикам. Я хочу вам озвучить. В 1994 году здание церкви непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Перми. В 2003 в Петрозаводске. В 2010 в Калининградской епархии произошло несколько передач зданий как православной церкви, католических, потому что там сформировалась община, так и католических. И там эти вопросы были решены. С моей точки зрения еще нет никакой разницы между тем, передаем мы здание католической церкви или православной. Но логически и юридически этой разницы нет. А прецеденты передачи зданий православной церкви у нас у всех на глазах. И слава богу, храмы стали действовать, и слава богу, общины стали расти. Не только храмы. Подождите, православная церковь, что только не передано, бывшее здание завода, который производил это оборудование для инвалидов, пожалуйста, оно сейчас пустует, стоит. Шесть зданий училища Квату, которое раньше было семинарией, но до Квату там еще что-то было, между прочим, куча реконструкций, ничего передали. И они сейчас пустуют и не отапливаются, уже который год там стоят. И таких зданий по городу Кирову, которые не являются храмами, но принадлежали в свое время церкви православной, массу можно перечислить. Ну так за что же мы католиков-то обижаем в нашем-то светском государстве? Я, готовясь к сегодняшнему эфиру, выписала слова из наказа Екатерины II 1767 года. В столь великом государстве, пишет Екатерина II, распространяющем свое владение над столь многими разными народами, весьма бы вредный для спокойствия и безопасности граждан был порог запрещений или недозволений всяких вер. И это понимала Екатерина в 1767 году. Это национальная политика, это невероятно важно. Ну за что же нам католиков, так много сделавших для Кировской области, сейчас в сравнении с православными ущемляют? А что они, собственно, сделали для Кировской области? Ну, это такой, следовательно, вопрос провокационный задается. Да, потому что такой вопрос не только я задаю. Вот, например, приходят запросы по поводу католиков, как задаются. Говорят, их мало. Зачем им, первое. Второе. А что эти поляки сделали для Кировского, для Вятки когда-то там? Третье. Если костел передадут католическое общение, это значит, он перейдет в собственность Ватикана? Пусть тогда и Ватикан нам что-нибудь отдаст. Очень смешной вопрос. Последний про Ватикан, потому что в собственность не Ватикан, естественно, перейдет, а это будет юридическое лицо Российской Федерации, разумеется. Не знаю, какое именно, но к Ватикану это не будет иметь никакого отношения. Опять же, немножко статистики. Во-первых, откуда взялись поляки? Поляки отчасти были сосланы в Кировскую область, и это были революционные... Как и очень многие русские. Это тоже. Мы сейчас говорим про католиков и про поляков. Потому что, когда начались восстания, казалось, что дальше, чем в Вятскую губернию, заслать невозможно. И огромное количество поляков сюда было отправлено в ссылку. Но результатом этой ссылки явилось, например, рождение Александра Гриневского, Александра Грина, которым Вятская земля до сих пор гордится. Хотя Вятку он не любил, из нее уехал. Но, тем не менее, мы продолжаем гордиться Грином. Везде у нас бюсты Грина и алые паруса, даже в виде домов и накрыли. Вот в том-то идеал. Другая часть поляков к нам приехала по доброй воле. Это были высокообразованные чиновники. Это были те люди, которые за определенные люготы подъемные переезжали сюда, чтобы руководить нами. В Кировской области было не очень много дворян, в Вятской губернии, извините. И не хватало управленческих кадров. Таким образом, например, к нам попала семья Целковских, давшая Вятке другой предмет гордости. И опять мы им гордимся. Да. Поэтому, как минимум, два важных имени для Вятской культурной мифологии Целковского и Грина – это, вообще-то, достижения поляков, которые были католиками. И возможность этим католикам здесь иметь место для их веры невероятно важна. Собственно, в 1903 году костел построили католики на свои деньги. Теперь что делать с органом, который был установлен в этом здании? Я думаю, что вот тут тоже есть несколько юридических решений. В том числе, например, такое компромиссное решение, как аренда этого органа, который, конечно же, непереносимый из здания, и специально для него делался. Тут, конечно, можно вспомнить, что православным церквям мы все просто так отдавали и дарили. Но как компромисс, возможно, аренда. Возможно, аренда именно самого органа. Например, за возможность проводить там городские мероприятия, городские концерты. С точки зрения культурной ситуации в Вятке, это было бы очень правильным, красивым и честным жестом. Все-таки дать вот этой большой польской диаспоре большой, не в смысле численности населения, она действительно численно никогда не была очень большой, но значимой в культурном значении, в управленческом значении. И с точки зрения просто исторической памяти, мы должны помнить нашу историю. А поляки дали в Вятке не только множество талантливых управленцев, но еще, например, для меня было новостью, что вятская дымковская игрушка, вот эти вот барышни с собачками, сумочками, соборочками, это, собственно говоря, полячки. Русские бабы так не одевались, но дымковские мастерицы, впечатлившись вот этими бароньками, создали некоторый новый для них и закрепленный в дымковской игрушке образец. И много еще других деталей, которых я просто так сходу не придумаю. Но поляки правда много для нас сделали. И почему бы не вернуть им костел, который не то чтобы эти концерты в костеле вот как-то совершенно меняют культурную ситуацию в Вятке. И я думаю, что они, конечно же, будут продолжаться, кто бы не владел этим помещением. Ну, это же ведь не только поляки, а в нынешней общении католическое очень много новообращенных и русских, и нерусских, и татар, и кого-кого там только нет. Люди выбирают веру, и это у нас не запрещено в государстве. Более того, мультикультурность – это один из важных мировых трендов. Чем более мы будем мультикультурны, тем более это будет стереоэффект. Тем больше будет возможности выбора у людей. И уж лучше пусть они... Ну, то есть у человека должна быть возможность выбрать свой духовный путь. Мы должны завершить нашу программу. У нас остается 4 минуты. Я специально припасла эту историю на конец программы. Мы обсуждаем объединение колледжа культуры, сокращение, значит, количества места обучающихся или тех, кто будет учить. А тут и все говорим, что у нас, значит, плохо-плохо все с культурой и в школах, и в высших учебных заведениях, особенно в школах. А надо сказать, что неправда. На самом деле она вздумывает наши руководители. Тут министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил ввести в школьную программу, наконец-то, проект культурных нормативов для привлечения подростков к посещению выставок, музеев и концертов. Он говорит, мы сейчас работаем над созданием межведомственного проекта под названием «Культурные нормативы для школьников». Он разрабатывается совместно с министром просвещения. В ходе этого проекта школьники будут ходить по музеям, поещать различные культурные мероприятия, после чего заносить свои впечатления в специальный дневник. Причем и количество музеев, и других культурных мероприятий строго будет нормировано. А, и, кстати, фильм, желательно отечественный, подчеркну, Мединский, тоже в норматив будет включен. Ура, Наталья! Хорошо. Я надеюсь, что вы все это говорили с иронией, Света. Нет? Нет, я считаю, что наконец-то! Вы хотите, чтобы вас заставляли ходить в театре и на выставке? Ну, пока это только разговоры, пусть будут разговорами. Я тут недавно узнала, что процент исполняемости указов президента и правительства никогда за последние годы не был выше 70%. То есть вот эти разговоры, они пока ни о чем не говорят. Как только будет принята бумажка, даже это еще ни о чем не будет говорить, потому что внести этот норматив в жизнь каждого школьника, мне кажется, вообще нереально. Кроме того, жизнь школьника московского и жизнь школьника в деревне Камешник сильно отличаются. Да, это боль. Какой уж деревня Камешник. Давайте на наш город посмотрим. Где же мы будем брать-то эти 100 спектаклей, выставок и кинофильмов? Или если, например, ребенок привык смотреть кино дома. Вот я только что встречалась с друзьями, они говорят, мы купили хороший домашний кинотеатр, и сейчас каждую неделю у нас семейные просмотры, многодетная семья. И что они будут делать, эти деточки? Писать. Дома я посмотрел фильм. Ну, я не знаю, как будет Мединский контролировать эту ситуацию. И вообще желание нашего государства засунуть свой изящный носик в каждую щелочку, в том числе в нашу культурную жизнь, в наше культурное развитие, меня сильно смущает. Я за свободу, за то, чтобы кто хочет ходил и смотрел спортивные мероприятия. Есть же люди, которые не любят театр. Ну давайте позволим им не любить театр. А есть ведь другая сторона еще вопроса, Наталья. Если ты идешь в Национальную британскую галерею в городе Лондон, где она полностью бесплатная, или в другие музеи, которые тоже бесплатные, это одна история. А если ты идешь в нашем музее, пардон, я не знаю, какое количество бесплатных музеев в Российской Федерации вообще есть, потому что давайте мы еще и про это подумаем тоже. У нас есть ночь музеев, когда можно посетить за одну ночь 100 музеев и отчитаться в дневничке о тех мероприятиях, которые ты посетил, и заодно о тех дискуссиях, которые у тебя прошли за это время. Хорошие мероприятия. За те последние 30 секунд, которые у нас есть, я хочу сказать, что будущее за онлайном. А онлайн никак не проконтролировать. Онлайн-лекции, онлайн-фильмы, онлайн-спектакли – это то, что нас всех ждет. И, в общем, самое главное, что нам нужно, это чтобы у нас был бесперебойный интернет. И будет нам счастье. Да, и тут тоже есть о чем поговорить, но уже нет уже времени. Да, это безусловно. Но надо сказать, что с Натальей можно будет сегодня поговорить. В библиотеке имени Герцлана в 6 часов будет лекция про Толстого. Да, я туда с удовольствием пойду, и я думаю, все, кто хочет вас снова увидеть и послушать, и потом перекинуться словом, могут туда тоже прийти. Да, друзья, жду всех. Буду говорить про Анну Каренину и Крейцерову сонату. И любовь. И любовь. И любовь. Да, прощаемся. Это была программа «Особое мнение». Всем хорошего дня. До свидания.